Звездные врата Когда-то был дико популярным Лично мне запомнился актер Джей Дэвидсон Сыгравший Бога Рам Ну просто потрясающе прекрасный Кроме врат он появился лишь еще в одном фильме Жестокая игра А потом предпочел заняться модельной карьерой В жестокой игре Джей Дэвидсон Раскрыл свой потенциал на все 100% В кино снял ирландский режиссер Нил Джордан Тот самый, который удивил нас дневниками-вампиром Жестокая игра считается самым кассовым И удачным его проектом Во многом благодаря отлично подобранным актерам Боевики ирландской республиканской армии Похищают солдатам перед смертью Он просит одного из террористов Позаботиться о девушке Дил Она просто красавица Я даже не думаю о ней, ублюдок Почему? Она моя Ты бы не подошел бы ей Нет? Исключено Ирландец соглашается, а потом узнает, что Дил Совсем не девушка Точнее, внешне она девушка, а по факту нет А ты представляешь, как именно? 13 лет спустя Нил Джордан не побоялся войти в ту же реку И позвал на главную роль чудесного Киллиана Мёрфи Завтрак на Плутоне смотрится уже не так архаично Но также эмоционально и очень по-человечески Кстати, эти фильмы хвалят даже гомофобы Что само по себе примечательно Этот фильм стал одним из главных кинособытий 2013 года Актеры, которые снялись в нем в главных ролях Получили по Оскару Случай уникальный Далласский клуб покупателей История, основанная на реальных событиях В 1985 год Обычный техасский электрик Рон Вудруф Узнает, что болен спидом Тогда о страшной болезни почти ничего не знали Самого слова ВИЧ не существовало Рон Вудруф начинает борьбу за свою жизнь И организует поставку в Америке лекарств Которые только проходят испытания И официально не допущены к продаже История, которая действительно тянет на несколько Оскаров В Мексике есть лекарства Куда лучше тех, что можно достать в Штатах Рон Вудруф умер в 1992 году А спустя 21 год его воскресил Мэтью МакКонахем С помощью Джареда Летом На тот момент МакКонахе казалось Окончательно увяз в амплуа красавчика-героя Из дешевых комедий Далласский клуб покупателей Раскрыл его потрясающий драматический талант Я тебя искала, ковбой Джаред Летом был гораздо популярнее И как актер, и как музыкант Он уже блеснул в бойцовском клубе И реквиями по мечте Но там он играл мужчин А тут обул каблуки, мини-юбку и розовые колготки Если у тебя ВИЧ, это навсегда Выберите мою методику, проживете дольше И не потеряете вкус к жизни Это кино-пособие под толерантностью Главный герой ненавидит людей Нетрадиционной ориентации, но меняет свое мнение Когда заражается страшной болезнью Ради своих ролей актеры похудели так Что их с трудом узнавали близкие А Джаред Лето еще и брови сбрил Впрочем, для него такие эксперименты Со внешностью не в новинку Ради роли убийцы Джона Леннона в главе 27 Он, напротив, набрал почти 30 килограммов И даже заработал подагру В общем, Станиславскому бы понравилось Кстати, оба актера вполне себе традиционные Мэтью МакКонахи давно и основательно женат А Джаред Лето то и дело появляется с новыми спутницами Вот так-то Нет, я про нее не забыла Да и как про такое забудешь Она появилась раньше жестокой игры Далласского клуба покупателей Туцци, сыгранная Дастином Хоффманом Наверное, самый яркий представитель Жанра переодеваний на сегодняшний день Туцци вышла на экраны в 1982 году В фильме засветился весь цвет Голливудской актерской школы Сидни Поллок, Джина Дэвис, Билл Мюррей И Джесси Калленг, конечно же Спустя годы она станет звездой Американской истории ужасов Но ее карьера началась именно с Туцци Безработный актер переодевается в женщину Чтобы получить желанную роль Перевоплощение проходит настолько успешно Что рейтинги сериала стремительно растут Но у героя возникает проблема Ему очень нравится одна из актрис Чтобы вжиться в роль, актер Дастин Хоффман Гулял в образе своей героини По улицам и знакомые его не узнавали Еще бы, ведь на грим уходила По несколько часов в день Почитай с ней, Джо Я знаю, что вы за женщина, Эмили Вы стареете Вы так и не вышли замуж У вас нет мужчины Вот вы нам и подражаете А ну сейчас же замучите Разговаривайте со мной, как с коллегами Не лезьте в мою личную жизнь Видите себя как следует Я горжусь тем, что я женщина Я горжусь нашей больницей Чего и вам желаю Пока вы не погубили ее своим самодурством Черствостью и бесчеловечностью Я буду просить совет Вышвырнуть вас на улицу Фильм номинировался на 10 Оскаров Но получил лишь один По иронии судьбы Статуэтку как раз таки забрала Джессика Лэнг Классно сыграла Но справедливость восторжествовала Тутси считается чуть ли не самым смешным фильмом в мире Так что если вдруг вы по какой-то нелепой случайности Его не видели Исправляйтесь Смотрите хорошее кино